Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Буквально вчера я начала рассказывать о лучших сортах для консервирования. Рассказывала о сорте Дебарао, именно о черном. Но также говорила, что желтые и розовые тоже идеальны для консервирования. Вот сегодня мельком глянула комментарии, и все, кто использовал этот сорт для консервирования, все подтвердили, что он идеально подходит для цельноплодного консервирования. Но если уж мы заговорили о сортах лучших для консервирования, то нельзя обойти пальчиковые и перцевидные сорта. Они тоже считаются идеальными для консервирования, именно потому что у них форма предназначена для того, чтобы их укладывать в баночку. Они идеально вот такие вот. Вы понимаете, что они очень плотно укладываются в баночку, это и все и дамские пальчики, и разные перцевидные. Вот это у меня перцевидный желтый. Есть также перцевидный красный, перцевидный полосатый. Вот я в этом году приобрела первый раз сорт, выращивала... Сейчас скажу... Египетский... Римский полосатый. Он тоже перцевидный, такими как штрихами, полосками. Но все, которые имеют вот такую вот форму, они идеально подходят. И вообще не только... Тут дело не только в форме. Его когда берешь, вот он перцевидный желтый, он прям плотный, он такой тугой. У него именно вот это тельце само очень плотное и не деформируется, не теряет форму. Когда вы заливаете горячей водой. Да, может лопнуть кожица, но для этого делают проколы в жопке. Кто не делает, кто делает, все по-разному делают. Но шкурка может лопнуть, конечно, от кипятка. Но вот в перцевидном желтом и вообще вот в таких... в предназначенных для консервирования, даже от того, что лопнет шкурка, само вот эта форма плода, она не меняется, не вытекает. Вы знаете, что не все сорта подходят для консервирования. Некоторые зальешь горячей водой, они постоят месяц-два. Откройте, например, к Новому году, начинаете доставать. Она вытекает, вся помидорка, остается одна шкурка, все. Вот эти, вот я говорю сейчас именно о перцевидном желтом. Они не вытекают, они не меняют форму, они не деформируются. Вот как сейчас они лежат у меня на тарелке, так вы их и достанете зимой и положите на блюдо. Так же они будут лежать. Пусть даже лопнет шкурка, но вот эта плотная тельца, она остается такой же формы. Ну, конечно, я раз уж говорю о консервировании, но немножко добавлю, что все желтые и оранжевые сорта, они, конечно, очень вкусные в свежем виде. Их можно употреблять и в свежем виде. Но дело в том, что для употребления в салатах у нас много желтых и оранжевых, ну, таких здоровых, крупных, именно вот таких мясистых, огромного размера. И вот такие перцевидные мало кто использует в салат, например. Конечно, люди стараются их засолить. Вот это перцевидный желтый, который так же, как де Барао, про который я вчера говорила, он идеально подходит для консервирования. Он прекрасный вкус у него, у консервированного. Не меняется форма, не вытекает, не распадается в банках. Вот они там, как игрушки. Еще нынче я приобрела первый раз сорт, похожий на него, но форма другая. Видите, старик Хатабыч. Он такой же, как лампа Аладдина, только тот грушевидной формы, более так короткий. А это как растянутая игрушка. Видите, какой красивый. Вот эти растянутые формы игрушки, я тоже читала и слышала, что они идеально подходят для консервирования. Но, глядя на них, уже хочется их в банку положить, потому что они такие вот, как миниатюрные, действительно, как игрушечные томаты. И вы видите, что они вот с перцевидным желтым очень похожи. Так, немножко и размер, и цвет. Единственное, что вот у него форма более причудливая, вот такая. Это старик Хатабыч. Тоже идеален для консервирования. Особенно, если с красными грушевидными совместить, сделать ассорти. Это вообще будет сказка. Очень красивый сорт. Но сегодня главный герой у нас перцевидный желтый. Про строение куста не буду говорить. Он такой же, как Дебарао. Он высокий, растет кистями. Вот на всем протяжении вот этого куста. Кисти, кисти, кисти. Я у них не обрываю верхушку, ничего с ними не делаю, потому что я не боюсь, что они измельчатся. Это не крупноплодные. Они до сих пор у меня, вот сегодня 11 сентября, еще растут в открытом грунте. Такие они, ну, не очень прихотливые, выносливые. Нормальный томат для консервирования. Все, вот это был перцевидный желтый. Никаких особых трудов по уходу за ним он не требует. Растет в строю вместе с другими. Там же и Гедобарао, там и перцевидный желтый, и вот это там, и еще там всякие грушевидные. У меня вот один есть район, где все томаты для консервирования. Если крупноплодные я уже сняла, то вот эти еще там висят. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это такой короткий, короткий видеоролик, обзор лучших сортов для консервирования. Первый был Гедобарао, теперь вот перцевидный. Но сегодня именно желтый. Субтитры создавал DimaTorzok